Интенсивность дорожного движения с каждым годом становится все выше из-за непрерывного увеличения количества автомобилей на дорогах, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и повышения спроса на автомобильные перевозки. Естественно, растет аварийность и все актуальнее становится проблема безопасности. Как известно, в организации дорожного движения мелочей не бывает. Лишний пешеходный переход, несинхронизированный с соседними перекрестками светофор или отсутствие дополнительной полосы для поворота. Кажется, незначительные проблемы, но даже они могут стать причиной ежедневных пробок на дорогах и даже аварийных ситуаций. Чтобы исключить те или иные причины и условия, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий, существует отдел организации дорожного движения ГАИ УВД Брестского облсполкома. Отдел наш немногочисленный. Он состоит из семи человек. У каждого образование инженерное, которое связано с обеспечением безопасности дорожного движения, проектированием улиц и дорог. У нас у каждого сотрудника есть свое направление. Часть сотрудников задействованы по рассмотрению проектной документации, ее согласования на строительство уличной дорожной сети. Ряд сотрудников задействованы по контролю за состоянием уличной дорожной сети, для того, чтобы каждый занимался своим делом и более узкой направленности. Госавтоинспекция видит все проблемные места организации дорожного движения в городе, рассматривая конфликты и ДТП. Сотрудники межрайонного отдела организации дорожного движения предлагают варианты решения назревших проблем, которые находят свое отражение в проектах строительства, новых участков дорог и реконструкций уже существующих. Сотрудники организации дорожного движения отдела осуществляют в том числе анализ топографический, очаговый, по результатам которого мы разрабатываем определенные инженерные мероприятия. К примеру, это у нас различные инженерные мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения на уличной сети города Бреста. К примеру, это изменение режима светофорного объекта, также это у нас исследование уличной дорожной сети. Важную роль в обеспечении безопасности играют дорожные знаки, разметка освещения и, конечно же, состояние дорог. За всем этим также на постоянной основе следят сотрудники ГАИ отдела организации дорожного движения совместно с городскими службами. Ведь только благодаря слаженной работе можно не только уберечь Брещан от происшествий, но и добиться хороших результатов в обеспечении безопасности граждан. Достичь наилучшего результата можно при тесном взаимодействии. Наряду с сезонными исследованиями, также мы ежегодно, совместно с заинтересованными этими предприятиями, разрабатываем годовые программы по улучшению условий дорожного движения и повышению его безопасности. Куда входят такие мероприятия, как обустройство искусственных неровностей, выделение дополнительных полос для левого поворота, для совершения маневра правого поворота, разворота, улучшение уличного освещения на пешеходных переходах с интенсивным движением пешеходов, ну и многие другие мероприятия, которые мы можем решить только сообща в тесном взаимодействии. Учисляется нами контроль и за дорожными знаками, то есть за соблюдением, чтобы дорожные знаки соответствовали требованиям технических нормативных правовых актов. Обследование проводится совместно с дорожными и коммунальными организациями, на балансе которых находятся те или иные участки уличной дорожной сети. Составляется по окончанию акты на устранение выявленных недостатков сотрудниками госавтоинспекции выдаются предписания. За неисполнение предписания предусмотрена также административная ответственность в размере до 20 базовых величин на должностное лицо, которое ответственно за исполнение предписания. Что касается нововведения со стороны сотрудников отдела организации дорожного движения, то при создании того или иного проекта они пытаются внедрить умную подсветку пешеходного перехода. При приближении человека к нему должны сработать определенные датчики, которые подадут сигнал для водителей на специальное табло, тем самым обеспечив безопасность дорожного движения. Но на этом сотрудники ГАИ не остановились. В планах у них еще создать дополнительное 3D-освещение пешеходного перехода, которое будет проецировать изображение зебры на проезжую часть.